Итак, здесь все перемещаются возле заиндивевших, забронзовевших молодых людей и их пиджаков. Что на шортах? Давайте рассмотрим. Там какой-то, мне кажется, панорамориги. Панорамориги на шортах? Да, смотри, его. На шортах панорамориги, действительно, что ли? Ну смотри, там патушок. О, отлично. Это самые патриотические шорты. Я бы даже не заметила. А как ты заметила, Юля, эту панораму? Это же Юля. У меня же интуитция. Глаз модного критика. Панораму какого города ты бы поместила на свои шорты? Где шорты? Барселона. Барселона. На других шорты? У всех они? Да, у парня на шорты. Серьезно? Да. Я на шорты. Стуки там в краске. Очень тяжело. Я даже не знаю. Ладно, это пальто, но вот те заиндевевшие капюшоны, вы их как одеваете, так они и не снимаются. Ты как можешь на него, как будто ветер дует. Ветер, да. Но мода и не должна быть легкой. Как говорится, если вам удобно, значит вы не можете, да? Да, 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 да. Да тут уже надо не общие планы. Тут уже нужны все-таки какие-то... Здесь очень темно как-то. Выходим куда-то. На свет. Выходим на... Идем к свету. Путь к свету. Твой фонарик. Пошли. Мне нравится обалдение. Да? Вот те вот такие. Юль, пошли туда ищем путь к свету. Да, капюшоны. Карлина, вот и Карлина. Конечно... Я снимаю, давай снимай. Подожди, а у нас видео. Мы теперь уже снимаем видео. Скоро снимай. А ты знаешь, что этот капюшон, как одеваешь, он уже не снимается, Карлинчик? Я не снимаю. Да? Этот капюшон, что я купил, что я купил, что я купил, что я не купил. Да, да. Да, да. Карлина, конечно, не может ожидать эксклюзив, потому что... Смотри, ли, солнечный. А? Посмотри, Юль. Чье же это лицо? Не Майкл ли это Джексон? Со своей посмертной маской. Боже, он тоже сделал нас как-то металл. А не дай бог таким флагом по башке получить. Не дай бог таким флагом по башке. Пары с ветра в ней. Нет, нет. Да, нет. Кристоф делает эксклюзивную съемку. Ну, Кристоф очень красивый вообще. Кристоф вообще живой классик. А, просто не раз. Он еще в риге от Риги. Где принт Риги? А, это не Риг. А, нет, Рига. Рига, Рига, да. На 30 лет больше снимается писать. Юля открывает секрет модного критика. Нужно уделять больше внимания деталям. Модный лаковый капюшон. Модный лаковый? Теперь вот такие? Я так вот смотрю, они уже переливают. Это диско-капюшон. Капюшон? А почему нет? Нет, диско, диско. Что? А вот эти минералы, которые вместо глаз. Мы кораллы с жизнью, кровью и любовью. До последней капли моря мы кораллы. Ну, самое интересное экспонат, конечно, вот это как-то. Я бы с нее подергала, но бы что она отталит. Ты думаешь, что я ее настоящая? Нет, 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 нет. Очень жалко, нет. А вот, конечно, мы видим спину культового блогера Фейсхантера. Иван Родич, живая легенда. А, да, это он и есть? Это он, да. Мне нравится, что я не знаю. Юль, ты тоже выглядишь просто живым манекеном. Это на стыне. Замри, отомри, как говорила Рината Литвинова. В фильме «Последняя сказка Риты». Вот Карлина прозмеилась в кулуарах. Юля, ну как у тебя впечатление от коллекции Мара и Ролл? Очень хорошее. Ветер в голове. Я все почувствовала, я все почувствовала, все испытала. Что ты испытала? Какие были какие-то внутренние? Пары в универе испытала. В сердце. В хатарсе. В сердце, в беду, в сердце. Сердцебиение. Ну нет, ну, в ури, вето приближающиеся. Ну ты же понимаешь, если купить такую капюшонку, тебе никакого в конец цветов не скажешь. Что тебе конец? 12 декабря ты будешь жив, целеханек и здоровенек, и тебе все будет вообще занято. Поэтому надо беды купить, я считаю, можно ограничиться вот таким вот капюшончиком. Ограничиться пеньюаром от Сокбокс и капюшончиком от Мара и Ролл? Прошуточный минимум на этот сезон. На лето 13-го года. Да, да. Вот они фотографы. Мне не примерно нужно такие пеньюарчики. Вот эти пеньюарки, ураганки, ураганки, ураганки. Буря, ураганки, Сэнди. Конечно, потому что ничего, ничего. То есть ты думаешь, что от ураганов это тоже? То есть это прямо в тему? Конечно. Ты заметила, сколько вообще катаклизмов стало происходить? И как ты думаешь, как это влияет? Катаклизмы влияют на моду, мода на катаклизмы? Ну, конечно, это все будет связано с Казахстаном. Мы видим все катаклизмы природные, когда цвета привлечет. Ну, это просто аналит. Нет, это не аналитный в конкурсе. Очень красивая тема к Марсу. В то же время что-то такое ориентальное в этом есть. Это темное море. А вот смотрите, тут тоже заиндивевшие капюшоны. Прием, прием. Так, а что же, тут тоже у нас какие-то элементы, детали и так далее. Все разглядывают, не верят просто своим глазам, мне кажется. Не верят своим ушам. Не верят своим ушам. Что-то как-то... А тебе не кажется, что уши человека тоже были бы достойны каких-то более впечатляющих аксессуаров? Каких же им? Ну, я не знаю, что-то какие-то... Как-то уши нужно оформлять больше. В наше время главное уши прикрыть. Очень хорошо. Глаза прикрыть, уши прикрыть. Главное, чтобы все было... Главное, уши развесить иногда. Ну, это конечно. Не, на вас тридцать. Кто был главной иконой этого показа, Юль, как тебе кажется? Ну, человек в развивающемся плаще, на котором невероятное количество. Если бы я такой плащик одела, я бы упала через две минуты. Почему? Это очень тяжело. Ну, с другой стороны, точно не продуваем. Мне очень понравились видеопроекты, флаги. И этот финальный выход, когда все вышли модели встали, это было, конечно, такое... То есть была драматургия у показа. Драматургия, хореография. Хореография от слова хор, ты имеешь в виду? Что был хор, это такая потрясающая хореография. Ну, а как они ходили, ты видишь, как они разворачивались. Как они позировали на фоне грозы. Это же такая поэзия. Не мода, а поэзия, посмотри. Практически поэзия Майи Силовой. Мне кажется, что они воплотили кусочек искусства, кусочек арта. Не, они просто таки молодцы. Вот когда бы в ваших таких показах так гордишься, что живешь в нас. То есть ты считаешь, что Мара и Роллс, это все-таки на голову выше других наших дизайнеров? Нет, я считаю, что каждый дизайнер попадает в сердце своих клиентов, почитателей и потребителей. Каждый дизайнер, который никому-то свой. Ну вот в чем фишка Мара и Роллс, как тебе кажется? Кто их человек? Ну, это люди невероятно креативные. Они создадут такие невероятные модели-конформеры. Они, в принципе, они создают реальность. Не следуют за ними, а создают и устанавливают. Кого бы из участников «Новой волны» ты видела вот в этих образах? Ну, Ивана Дорна, конечно. И, конечно, Валерию и Иосифа Пригозина. Нет, Валерию я бы видела не в этом. Валерия бы, как бы сказать, в шоколе. Это вот для нее вся эта история скрышевая. И кто еще, кроме Ивана Дорна, может быть, членов жюри? Ну, Лайма Вайкула, конечно же, с радостью бы облачилась. Такие джинсы, шакеты. И как-то даже не ходить в гадалки. Она так любит «Ком де Гарсон» и другие бренды. Мебель Ан... Мебель. Обувь Анди Мельмейстер, хоть ее и не видно. Да, хоть ее и не видно, но, в принципе, да. Мне кажется, Лайма Вайкула должна быть фанатом. Мара и Рофф, это очевидно. И все эти заиндевевшие, мне кажется, формы тоже Лайму бы как-то только подчеркнули бы ее красоту. Ну, я думаю, что она бы такой даже костюм бы сейчас в саду выставила, как арт-объект. Вместо Бориса Моисеева. Да. То есть, а Борису бы подошло. Борис бы вообще умер, если бы он увидел. Поэтому не надо Борису, этого даже не надо видеть. Он и так практически умер. Рассказывать, потому что не надо. Не то, чтобы он умер. Не будем разбазать, хотя бы... Не рассказывай Борису новости. Ну, может быть, еще раз погрузимся в пучину... В мобильную пучину. ...это моды. Да, 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 все есть модная. Давайте, давайте углубимся еще раз. Еще раз углубимся, все такие впечатленные. Я только не вижу Дениса. Я тоже, я помню, где Денис, когда он пропал. Что-то не случилось. И Ярослава Барышникова еще одно... Ярослава был. А Ярослава в чем-то? Видишь в чем-то? Ой, нет. Нет, это не его. Его скорее в жилких коллекциях. Каких дизайнеров? Ну, знаем, таких. H&M. Нет, Ярослава или про кого ты говоришь? Или про Дениса? Ярослава. Про Ярослава говорили. Ярослав же блистал в женском костюме H&M. Да, прекрасно. Отличный путь. Робопор здесь, да? Да, Робопор. Робопор, вот. Для него Робопор. Юль, чего ты ждешь от декабря 2012 года, а? Всего, кроме конца света. Мне кажется, эта байка не оправдающая. О, такое еще. Я, конечно, очень боюсь, что проснется вулкан Йеллоустон. Где находится этот вулкан? Расскажи мне о нем побольше. Ну, наверное, я как подумала о вулканах, я сразу спрашиваю, что он потешит. Сразу веет. Где этот вулкан, извините? Техническая активность в Америке. Он может проснуться в любую минуту. Вот если он проснулся, тогда будет конец света. Я не знаю, что мы сейчас не будем об этом, потому что... Так, Тата, я хочу все-таки подойти к Тате. Мы подходим к Тате. Мы подходим к Тате. Тата сегодня... Мне показалось, что Тата сегодня в образе демонической стюардессы. Небо, самолет, девушка. Тата, расскажи, пожалуйста, о сегодняшнем своем образе. Она улететь хотела. Это образ новин такой странной птицы. И, может быть, образ птицы обыгрывает. Ну, получится улететь сегодня. Какие-то со сломанными крыльями. Не надо сломанных крыльев. Тата, можно тебя подвести здесь как-то свет? Как тебе эти... Ты понимаешь, что ты одеваешь этот капюшон, и ты его уже не снимешь? Чего это? Это прекрасный такой шум. Я считаю, что это вообще такой какой-то арт-объект. Совершенно отдельный, который может быть вот... Будет вон как отдельный арт-объект, перформа. Что тебе понравилось больше всего в этой коллекции? А очень сложно сказать. Мне кажется, что вся коллекция очень... Она очень единая. Концепт единый. Вот, начиная от флагов, заканчивая с пешонами. Ааа, я не знаю... Силуэт Риги на шортах ты видела? Выстрый. Ты силуэт Риги на шортах видел? Силуэт Риги на шортах я не видела. Мне срочно нужно посмотреть. Вот, идем сюда. Силуэт Риги на шортах. Я знаю, это видно. Вот же этот силуэт Риги на шортах. Ух, пачки! Ты помнишь, как были раньше кошелечки, а теперь уже не только на кошелечках, но и на шортах можно силуэт Риги-то узреть? Ну вот очень здорово, что люди продумали настолько коллекцию, что силуэт Риги даже, как-то оттиск сделали его на шоке. По-моему, всем коней... Ой, смотри, вот, тут все... И, кстати, здесь тоже самое, обратите внимание, что тут тоже силуэты на Риги. Это не только просто патриотично, это очень прочитывается, кстати, в 80-е, которые вдохновляли художников. У меня вот до сих пор кошелек с силуэтом Риги. Мне кажется, он будет с этими шортами просто... Я думаю, что будет отменно, да. Совершенно, потому что, да, думаю, что будет отменно. У меня есть такой тоже кошелечек был, в каких-то там... Тата, большое тебе спасибо за комментарий. Спасибо. Ура-ура. Наша батарея почти полна. Вот они, вот они, иконы стиля, хипстеры, блогеры, не побоюсь этого слова, слогеры. А кто такой слогер? Я не понимаю. А что значит слогер? Это фаташинг слогер, это Денис Шевлёв, он не здесь. А где же он? Он, наверное, в более... Я еще не пустяк. В более... В слогерских местах. В холл-плей. Это такой секретарь его? Нет. Ну, по-моему, здесь уже есть кандидаты, которые способны затмить слогера. Вот посмотрите, какая маска. Маска. А он зайка, не трогайте его. А, он зайка. Это видео? Это видео. Можно привет маме передать? Давайте. Мам, привет. Слушай, ну все нормально, фальшумик закончился, еду домой. Ура. А мне это самые лучшие комментарии. А, еще на Афтерпарке. Еще Тата хотела маме сжимать. Нет, я уже все передала. Тата все передала в своем комментарии. Она послала вообще в космос месседж. После того, как мы увидели отиск риги на шортах, нам уже ничего не страшно. Ничего не страшно. Отиск риги на шортах, это, да, это пульта вообще. Отиск риги на шортах, это лучший отиск... Который можно себе представить. Да. И вот, ты не купила декоратору маме с формы. Мой.